Сотрудники ГИБДД за прошлую неделю зарегистрировали семь ДТП с материальным ущербом. Из них три с пострадавшими. По улицах Ритона, 17, водитель «Газели Пежо» резко затормозил, в результате чего двое пассажиров-женщины упали и получили целесные повреждения. После осмотра врачом одну из них госпитализировали, другую отпустили домой. Ещё один человек пострадал по вине водителя маршрутного автобуса. Водитель мужчина 1976 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, а именно автобусом, во время начала движения не убедился, что все пассажиры покинули салон транспортного средства, не закрыл пассажирскую дверь. В результате допустил падение пассажира женщины 1933 года рождения. В результате ДТП пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована. На прошлой неделе госавтоинспекция провела оперативно-профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожного травматизма с участием пешеходов. Саровчан, которые попадаются на уловки мошенников, становится всё больше. Около 4 миллионов рублей перевела женщина в руки злоумышленников. Пока это самая крупная сумма за этот год. Неизвестный представился сотрудником Центробанка и сообщил, что её деньги находятся под угрозой, так как была попытка перевода средств за границу. Саровчанку убедили в том, что необходимо обналичить все денежные средства, лежащие на счетах вне зависимости от банков. После чего женщина проследовала в несколько банков города Саров и сняла все денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах. Проследовав банкомату, несколькими операциями перевела денежные средства в сумме 2 миллиона 700 тысяч рублей. Спустя несколько дней с ней вновь связались злоумышленники и убедили в том, что необходимо оформить ещё и кредит. Для этого женщина поехала в Арзамас, взяла кредит на сумму более миллиона рублей, обналичила и перевела на указанные счета. Жертвой мошенников стали ещё двое саровчан, которые перевели по 400 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка напоминают. Будьте бдительны, не доверяйте неизвестным, которые представляются сотрудниками банка и других организаций и просят перевести деньги на другие счета или взять кредиты. Сходите в отдел банка и перепроверьте информацию или обратитесь в полицию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.